Дорожные службы автономии сработали оперативно, так считает глава Гагаузии. Они приняли все необходимые действия для своевременной расчистки дорог национального и местного значения. У меня нет претензий к службам расчистки ДЭО Гагаузии, нет претензий. Они работают в плановом режиме, все там нормально. Но тем не менее, вот эти участки, где надувают, их надо больше, чаще чистить их надо. Однако, несмотря на сообщения в метеосводках о сложных погодных условиях и рекомендациях УВД и Министерства транспорта не выезжать на дальние расстояния, некоторые водители все же проигнорировали информацию. На выезде из автономии несколько единиц автотранспорта, застряв в снегу, создали помеху для спецтехники. Получалось, что летняя резина у некоторых машин становилась поперек, их не могла техника, спецтехника проехать, чтобы прочистить. Там в том районе работало 5 единиц спецтехники, и где-то с 8 до часу ночи движение было налажено в полном объеме. Но Чемешли его перекрыли. Комиссар звонил, созванивался с Чемешлиским комиссаром, и где-то порядка 20 единиц техники, которые двигали целикого транспорта, было перекрыто в Чемешли, чтобы не допустили сюда, пока мы эту пробку здесь убили. Нам же не только надо трассы почистить, нам надо еще почистить и в населенных пунктах, чтобы люди могли проехать центральную улицу по бокам, надо вычистить школам, к садикам, там же тоже техника должна работать. А мы занимаемся тем, что он не поменял вовремя резину на зимнюю, и мы его вытаскиваем. Штрафовать надо господин комиссар. Водители, чей автотранспорт не будет оборудован зимней резиной, должны быть наказаны. Они создают аварийность на дорогах и мешают работе спецтехники. Глава ОВД Гагаузи Дмитрий Арабаджи сообщил, что несмотря на установленные штрафы, водители не придерживаются рекомендаций и продолжают нарушать закон. Напомним, основные работы по расчистке дорог от снежных заносов проходят в Чадролунском и Камрадском районах. Вулканештах проблем с передвижением транспорта по дорогам нет. За последние двое суток там выпали осадки в виде дождя.